В 11 часов где-то, может, пол 11 началось. Я думала, это голье, он палит, да? Не обратила внимания. Потом смотрю, что это дым такой подозрительный. И это самое, и оно, знаете, аж полыхает до проводов. Очевидец Алла Мартынова, как сейчас, помнит тут пожар. Треск шифера, дым столбом, все соседи на улице. К моменту приезда спасателей огонь полностью охватил дом внутри, по словам местных жителей. На улице находился хозяин. Сотрудники МЧС тут же бросились в пекло. Поиск мужчины был затруднен высокой температурой, обрушившимися конструкциями и сильным задымлением. Спасти хозяина, к сожалению, не удалось. Тело огнеборца обнаружили на кровати веранде. Для соседей новость о гибели товарища стала настоящим шоком. Он спокойный, никогда ни на кого, ни слова не крикнет. Вообще такой он хозяйственный, по дому все делал. Ну, случай так. Так парень хороший. Не пожарел огонь и само строение. Крыши, деревянные стены не выдержали высокой температуры и рухнули, уцелел лишь кирпич. Дом теперь как с фронтовой открытки. Менее чем через сутки на номер 112 поступил еще один сигнал. На этот раз ЧП случилось в деревне Величково. Хозяева легли спать, как ни в чем не бывало. В 4 часа утра женщина проснулась от едкого запаха дыма. Благо обошлось без жертв. Пострадало только имущество. Сейчас специалисты устанавливают причину обоих пожаров. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.